Вернемся к ЧП в области Абай. Турция и Узбекистан готовы помочь с тушением лесного пожара. Официально помощь не предлагалась, но намерения главы стран озвучили президенту Касымжу Марту Тукаеву по телефону. Об этом сообщили в МИДе. Ведомстве рассказали, что Казахстан может обратиться за помощью к другим государствам, если не сможет сам ликвидировать пожар. Но пока в этом нет необходимости. Казахстанцы и сами не остаются в стороне. Помощь поступает со всех уголков страны. Подробности у Айжану Спановой. По 7 миллионов тенге семье каждого погибшего при тушении пожара перечислят фонд «Казахстан-Халкна». Помимо этого, по 2 миллиона получат их несовершеннолетние дети. Это поручение президента страны. Предусмотрена и дополнительная помощь. У нас не так давно был создан эндаумент фонд. И если дети несовершеннолетние, то туда аккумулируется порядка до 4 миллионов тенге, для того, чтобы в будущем каждый ребенок из этой семьи мог получить высшее образование. Миллионы в регион направили и бизнесмены. Однодневную зарплату семьям погибших перечислили сенаторы. Который день без перерыва работают волонтеры. В Павлодарской области депутаты, общественники и предприниматели собрали 35 тонн гуманитарной помощи. На сегодняшний день загружены напитки. 10 тонн ГСМа в талонах, 10-20 литров. Мы закупили поставщиков прямо там, для того, чтобы уже удобно было на месте, когда мы уже вручим нашим соседям данные талоны, они могли пользоваться. Вместе с тем еще 10 тонн соляры. Мы понимаем, что Абаевской области нужна помощь. И вот эта работа организована без каких-то разделений на общественное объединение. Это под единым помощь от Павлодарской области. Мы едем туда на три дня. Сегодня уезжаем, в четверг приезжаем обратно. Мы везем с собой гуманитарную помощь. Также с нами 10 волонтеров. По словам волонтеров, пострадавшие спасатели в области Абаи обеспечены вещами первой необходимости. Но из еды еще нужны консервированные продукты, макароны и вода. И средств гиен – это влажные салфетки, респираторные маски. То есть, если есть пауэрбэнки для подзарядки зарядных телефонов или какой-либо техники, вот в таком направлении. Пункт приема гуманитарной помощи открыт и в столице. Штаб находится в Доме дружбы. Жители принесли продукты питания и лекарства. В национальной волонтерской сети сообщили, что собрали около 29 миллионов тенге. Все средства пойдут на помощь пострадавшим. Жена Спанова, Али Мухтаров, Первый канал Евразия.